Приветствую друзья на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы как справляться с внезапными приступами гнева уже то хорошо что вы сознаете эту болезнью и слышите слова господни гнев мужа правды божьей не творит это конечно состояние ольхорадочное состояние лишенность здравомыслия состояние потрясения естества самого гневающегося не говоря о тех кто находится рядом с ним так что избавление от этого недуга греховного не может быть быстрым потому что гневливость раздражительность кореница самых недрах человеческой личности его самости преподобный исаак сирин говорил ты ни на кого не прогневаешься прежде чем не превознесешься над ним вот та самая самость гордыня человеческое надмене позволяющие ему или побнуждающие его чувствовать себя выше лучше значительный тех кто рядом с ним оказывается тем самым ключом зажигания после которого при всяких не устраивающих обстоятельствах гневливец обрушивает на окружающих шквал упреков вот этих ярких и негативных эмоций угроз а то и переходят к откровенному рукоприкладству а господь предупреждает что это есть признаки ненависти к человеку это признаки человекоубийцы дьявола действующего в сердце и проявляющегося и в этих горьких обидных жестоких жестких словах в отношении ближних переходящих очень часто и к делу его унижения повреждения и принесения ему всякого вреда по возможности и телесного вместе с душевным которое непременно бывает вследствие ярости гнева обрушивающихся на ближних как с ним этим гневом все-таки бороться разумеется таинство исповеди который помогает на человеку переваривать и растворять свои камни не столько почечные сколько вот этого гордостного надмения есть благонадежный путь частая исповедь вместе с молитвой самоукорения господи иисусе христе сыне божий помилами огрешного часто произносимы человеком внутри своего сердца постепенно научают всякого видеть свою ограниченность и понимая постепенно что нечем нам гордиться что мы не нечто а ничто мы удобно постепенно вот как раз связи с умолением своей гордыни мы становимся все терпеливее и сдержанней в отношении близких потому что перестаем их жестко судить мы узнав на опыте своего собственного покаянного труда как живучи грехи в человеческой природе перестаем быть слишком решительными судьями на те кто рядом с нами понимая как велик этот недуг греха в человеческой природе как он болезнен для всякого его носителя и перестаем возмущаться грешником когда он первым является жертвой этого самого своего греха из-за которого а мы прежде были готовы яростно наброситься на него становится нам его более жалко чем мы чувствуем какую-то необходимость ставить его на место его прессовать ему выносить мозг ему ставить зеркало словесное наше гневливое свидетельствующие о его безобразии как будто он этого не видит не знает не понимает таким образом надо тесно увязать для себя систему наших отношений с ближними особенно когда мы знаем за собой вот этот недуг вспыльчивости и навык грозно и резко немилосердно обрушиваться на близких с этими глаголами поносными зная это надо тесно увязать со своим собственным внутренним устроением вот это проявление не будет проявления если будет корень здоровее здоровье нашего внутреннего корня самосознание это видение своих грехов мы должны говорить феофан затворник быть как ангелы только они как святые светлые духи непрестанно приносят богу жертву хваления а мы призваны научиться всегда приносить богу жертву самоукорение вот приходящий в такое устроение оказывается терпеливым оказывается с ближними снисходителен оказывается способен к теплому и участливому общению и тогда когда видит он человека благополучного и тогда когда он видит людей надломленных и раздрызганных собственно неисправимостью и еще и нежеланием исправляться он в равной степени ко всем стремится проявлять ту самую терпеливую ровность терпеливую милость терпеливую педагогичность которые действительно помогают окружающим становиться лучше или во всяком случае претерпеть то неблагополучное состояние в котором они из-за грехов различных оказывается потому поставив для себя раз и навсегда запретным и греховным неполезным проявление гнева неприязни ненависти злобы словах против человека а мы будем всякое прилог всякое внутреннее осуждение неприязнь уже встречать с осторожностью уже стремиться отсечь те мысли гневливые которые насаждаются от дьявола в сердце и обильно поливаемые нашей собственной самостью и самодовольством уже вырываются из уст в виде всякой ругани и гневливых обвинений направленных на ближнего вот эта внутренняя работа по наведению порядка от наведению порядка среди помыслов это очень важное победоносное проникновение в стан врага и его поражение поскольку гораздо легче начинающийся гнев как только еще зародившийся сорняк вырвать из грядки так и из души нарождающийся гнев удобно гасится смыканием двух рядов зубов и губ это господь положил для нас хорошие техническое средство препятствующее развитию гнева и выплесканью и выплескиванию его наружу есть еще некоторые способы как прикусывание языка но это уже более такой кровожадный способ и беспощадный к себе но кто к нему приходит тот скорее достигает результатов афан затворник желающему быстро справиться со своим злословием советует завести иголку и тотчас при первом злом слове колоть себя в в язык этой самой иголкой само наличие этой иголки в лацканье пиджака я думаю способно очень быстро помочь человеку обуздать этот навык гневаться на ближних да поможет господь конечно же всяко каясь укоряя себя сопровождая последующей исповеди всякие проявления гнева мы относительно скоро сможем заметить добрые плоды в нашей душе такой инертности гораздо меньшей подвижности в этих соблазнах гнева особенно во времена поста потому что некоторое ослабление телесных сил благодаря воздержанию тоже помогают быть такими благодушными помогает легче возноситься к молитве чем привязываться к каким-то земным выяснениям отношений так что все эти благодатные средства употребляя можно стать победителем над страстью гнев внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео